Хотела ребенку корону купить, к платью, а магазины все закрыты. Вот, пожалуйста. Вот, боже, какая прелесть. Ну что за несправедливость? Все закрыто. Обидно, конечно. Забежала в ателье, взяла Веронике вот такое платье, взяла еще наше прошлогоднее розовое, не знаю, может что-то выберет. Самое главное, меня сейчас больше волнует то, что я опаздываю, а у меня красный свет. Господи, что так все на кучу? Отдала я Веронике костюм, одела ее. Праздник, правда, уже начался. Почему-то чуть-чуть раньше я прибежала без 5-10. Праздник на 10 часов должен был начаться. В спортзале 11 класс для первого класса делали новогодний утренник. Но они почему-то начали его раньше. Я позвонила учительнице, сказала, попросила, чтобы она вывела Веронику. Она говорит, наверное, уже не надо, уже начался праздник. Я говорю, выводите, потому что Вероника мне этого не простит, что я не успела, не принесла ей платье. Вероника вышла, я ее одела. И все вроде бы замечательно. Она пошла на утренник. Я сижу, наблюдаю в коридоре этот утренник красивый. И мне звонит клиентка и говорит, Лена, ты обо мне забыла. Вы представляете, я в попыхах и в этом всем кошмаре, в этой беготне просто забыла, что у меня на 10 часов запись. И самое обидное то, что у меня на запись та девочка, которая нам подарила билеты на воскресенье и сделала нам праздник на батутах. А я о ней забыла, что она у меня сегодня записанная на ногти. Боже мой, это какой-то кошмар. Сейчас буду извиняться по-дикому. Люди добрые, пока у вас нету маленьких детей, наслаждайтесь жизнью каждым днем. Потому что потом ваша жизнь вам принадлежать просто не будет. Вот такие вот у нас дети. Домой с работы. Мы только что включили сирену. Сейчас 11 часов, начало 12-го. Позвонила мама, спросила, когда я буду. Она, видно, переживает. Дети спят. Она переживает, что ей сейчас надо будет их поднимать, а меня нет. Как бы поднять двух спящих детей не так уж просто. Она спросила у меня, когда я буду. Сколько ей вы еще меня ждать? Видно, ей тревога нагоняет панику. Что делать и куда бежать. А я закончила работу. Новый год на носу. Работы, само собой, много. Такие вот дела. Сегодня день был, конечно, сумасшедший. В плане того, что вчера вечером нам учительница Вероники сказала, что сегодня у нас новогодний утренник. 11 класс первоклассник делал выступление на Новый год. Делали утренник. Видно, наверное, это было как-то не запланировано или что. Я не понимаю, почему вот такое вот было сообщение вчера вечером, что сегодня у нас утренник. Потому как я бегала, искала Веронике сегодня костюм на этот утренник, вы сами видели. Прочитала в Телеграме только что новости. Вроде бы пишут, что над Киевом шахедов нет. Потому у меня есть большая надежда дойти домой спокойно, без паники, без шумных взрывов над головой. Так что как-то так. Погода у нас теплая, но ветер. Ветер, но тоже теплый, но просто немного сквозит. Особенно между домами, где сквозняк. Мама, когда позвонила, спросила, что ей делать. У нее на телефоне нет Телеграма, потому что Телеграм очень много памяти занимает. Спросила меня, что делать, поднимать детей, не поднимать. Я ей сказала, что пока нету никаких взрывов, пускай дети спят. Вполне возможно, все пройдет тихо. Зачем? Зря только детей будить. Они только позасыпали недавно. Клиентка, которую я сегодня забыла из-за утренника, нежданно-нежданно-негаданного. Я разобралась, если так можно сказать, грубо говоря. Она на меня не обижается. Она понимает, что такое маленькие дети. И когда я ей села делать ногти, через полчаса мне позвонила мама и сказала, что она бежит в школу. Я, конечно, была очень удивлена, почему она бежит в школу. Но, оказывается, после нашей бурной вечеринки детской воскресенья у нас заболел Илья. Как потом я у него спросила, он сказал, что голова у него болела еще вчера, оказывается. Но вчера он ничего не сказал, а сегодня ему уже очень стало плохо в школе. Поднялась резкая температура. И позвонила медсестра и попросила бабушку забрать его домой. Так что у нашего Ильи каникулы начались на неделю раньше. Он теперь у нас на больничном. Извините, что так плохо видно. Плохое освещение. По поводу Киева. Я прочитала сегодня в новостях, что у нас в Голосеевском районе, там, где перекрыли метро, просто идет под землю асфальт, проваливаются магазины, по улице пошли трещины. Возле той станции метро, за которой перекрыли поллинии в Киеве. Но что, наверное, еще интересней, так это то, что мне сказала моя клиентка вчера, которая ко мне приходила на маникюр, что нам в следующем году перекроют и вторую половину этой линии. Вот это, конечно, уже будет совсем печалька. Потому что я обычно, когда еду что-то детям покупать, я еду на Петровку, на Оболонь. И вот эту сторону тоже хотят перекрыть. На Оболоне очень много озер. И вот эту половину она сказала, что, скорее всего, в следующем году тоже закроют. А сегодня мне еще знакомый сказал, что в ближайшее время, наверное, тоже в следующем году, могут закрыть мост на левый берег. Я, честно говоря, в шоке. Я не понимаю, что происходит. Но вот такие вот слухи. Это к теме, наверное, что говорят люди. Вот я вам и рассказываю, что говорят люди. Не знаю, откуда такая информация, но она есть. Вот такие вот у нас дела. Я уже подхожу домой. Так что, наверное, уже увидимся завтра. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok